Четкие. Что вы видите вокруг себя? Дым. Очень хорошо. Дым. Что это за дым? Приходит понимание. С чем это связано? Это дым. С чем он связан? С пожаром. Пожар. Пожар. С неба. Это связано с этой темой, которую мы обсудили. Пригожин. Что с ними произошло? Где они находятся? Так? Да. Хорошо. Упал самолет с неба. И нас интересовала душа Пригожина. Живой ли он? Или все-таки душа покинула тело? Душа покинула тело. И где сейчас находится его душа? Она поднялась наверху. Но в самом нижнем. на самый нижний уровень. Как некая приемная, да? То есть приемная, он пришел в тонкий мир, но на самых нижних уровнях пока. Да. Хорошо. Найдите его душу. Как она выглядит? Душа Пригожина, Евгения Пригожина. Возрение ясные, четкие образы, ясные, четкие. Вы в защищенном находитесь состоянии, на расстоянии. Мало света. Мало света. Его душа сероватого цвета. Хорошо. И сейчас вы синхронизируетесь, но безопасно синхронизируетесь с душой Пригожина, чтобы мы могли задать ему вопросы. 1, 2, 3, безопасно, синхронизация. Немножко на расстоянии находитесь. Эмоции отсутствуют. 1, 2, 3, я блокирую вам эмоции. Вы передатчик. Вы словно телефон или рация. Вы передатчик. Итак, Евгений Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Очень хорошо. Можно вам задать несколько вопросов? Да. Хорошо. То, что с вами произошло, это по программе произошло? Или это какая-то случайность нелепая? Так должно было быть? Это авария, вот эта трагедия? Это случайность. То есть, есть другой сценарий, по которым вы могли еще жить? Правильно я понимаю? Да. И сколько вы могли прожить? Лет 30 еще. Угу. Ну, сильный огонь сбил. Сбил самолет. Сильный огонь сбил самолет. Да. Хорошо. Кто стоит за этим сильным огнем? Какие люди стоят? Можете нам рассказать? Нет. Это была комета. Угу. Которая случайно сбила нас. Это что-то падало с неба, да? То есть, какой-то комета падала? Да. Угу. Хорошо. Хорошо. Никто не знал, что так будет. А были ли вам какие-то предупреждения? Может быть, вас во снах ангелы предупреждали? Или наставники? Ну, то есть, были какие-то импульсы вам предупреждения? В опасности. Была какая-то интуиция. Я не хотел верить в это. Угу. Хорошо. Нам показывали ваш дом. Загородный под Питером. И там целая комната. Молебная комната у вас с иконами. С образами. С подсвечниками. Вы верили в Бога? У меня был свой Бог. Как это можно понимать, свой Бог? Я молился, так как я знал. Я молился, так как я знал. Угу. Там уединялся и молился. Хорошо. А сейчас, как вы ощущаете Бога, будучи душой? Как вы его чувствуете? Вы знаете, кто он и где он? Да, приходят лучики от него. Лучики. К моей душе. Вы были довольно-таки сильной личностью, необычной. Вы уже осознаёте, где вы находитесь, что вы душа? Я в ожидании. Какая-то встреча предстоит впереди? С кем-то? Многие говорят о трёх судах, которые ждут душу после смерти. Суд совести, суд рода и небесный суд. Какой вас ожидает суд впереди? Сначала чистка. А потом остальное. То есть вам нужно очиститься от чёрной энергии? Правда, я понимаю? Да. А сколько вы её набрали на земле? Этой чёрной энергии? 30%. Угу. А как будет происходить вот этот сброс этой чёрной энергии? Каким образом? Чёрная энергия пойдёт на утилизацию. А душа останется чистой. И меня будут подпитывать. Это как лечение души. Правильно я понимаю? Да. Будет ли у вас встреча с вашими бабушками, дедушками? Может быть, с древом рода? Они знают, что я здесь. Но встречи как таковой не было ещё, да? Нет. Они мне помогают. А как это происходит? Как они вам помогают? Подпитку дают. Энергии помогают род. Да. А ваши высшие я, наставники, ангелы-хранители, вы с ними виделись? Ещё нет. Ещё можно пройти. Очиститься, да? Чтобы к ним получить доступ? Да. А как сам момент перехода в другое измерение произошёл? Расскажите, что вы видели? Туннель? Или лестницу? Или за вами смерть пришла с косой? Как это было? Моя душа вышла из тела и поднялась наверх. Это как туннель был? Или просто в космос вы вышли? Космос вышел в пространство к небу. У вас был такой лозунг на шевронах «Груз 200, мы вместе». То есть вы лично знали очень много погибших, которые недавно покинули мир. Какие-то с ними были встречи? С этими душами, которые там тысячами покидали? По-позже будет. Вы на земле занимали некий статус там в другом измерении, в астрале. У вас будет какой-то статус? Похожий, как на земле? Возможно, если моя душа будет получать подпитку хорошую. А через что эта подпитка может приходить к вашей душе, к вам? Через какие обстоятельства? Много энергии и с земли и с треворода. на земле должны зажигать много свечей для меня. То есть это как благодарность от людей в вашу сторону направленная. к вам она приходит в виде энергии? Да. И душа растет, как дерево. А молебны в церквях как-то также поднимают вам энергии? Ну, люди заказывают молебны, сорокаусты. Да. это тоже дает рост души. А то, что вы имели вот при жизни там три звезды героя, ордена, высокие награды, даже иностранные, это как-то к вам придает вам тоже высоких энергий, вибраций? это осталось на земле. Да. Это осталось на земле. Хорошо. 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 Вы примерное будущее можете сказать, вот чем закончится эта военная операция на Украине? Что в будущем будет? Или вам недоступна эта информация еще? Если можете скажите конечно, потому что это многих интересует больная тема. Когда это закончится все и чем? Я не знаю. Да, пока еще недоступна вас пока свои ищу свои этапы, нужно пройти. Хорошо. Хорошо. Какие-то встречи у вас уже были с кем-то? Ну, может быть, старыми друзьями, я не знаю, с родителями там. Или с какими-то душами. А вот сейчас что с вами происходит? я нахожусь на нижнем уровне. Пока еще нету встречи. А дальше что будет происходить? Ну, то есть, анда, вы сказали уже отчистка и потом совет, я так понял. А что сейчас вокруг вас происходит? То есть, вы в каком-то космосе? Или вот что это комната какая-то вокруг вас? что это за место? Пока пустота. Я как в тумане. Пока ничего не ясно. Где-то возможно скоро будут похороны тела вашего? Вы будете как-то спускаться, смотреть на все происходящее? Да, я буду видеть все. Уже вижу себя. общение. Хорошо. Хорошо. Я чувствую, что пора заканчивать уже общение. Не хочется как-то вам надоедать, может быть, отвлекать вас. Вот. У вас свой процесс сейчас идет. Осознание, понимание. Вот. Благодарим вас за общение и желаем вам развития вашей души, светлого развития, очистки и роста души, роста вибраций энергии. Так, хорошо. Лариса, и ты отсоединяешься потихонечку. Отсоединяемся от души Пригожина Евгения Викторовича. Один, два, три. И происходит отсоединение, отстыковка от него. Да. Угу. Очень хорошо. Хорошо.